В эфире программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. О ходе ремонта дорог в Рязани будут публиковать в интернете. Сотрудники госавтоинспекции и службы МЧС провели первый совместный рейд. И сегодня день рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов поручил публиковать в интернете информацию о ремонте дорог. Любимов считает, что, цитирую, люди должны об этом знать для того, чтобы не было какой-то искаженной информации, чтобы информация эта была всем доступна. Понятно, что сейчас ремонтные работы будут выполняться в основном с помощью гранулята или литого асфальта. Это временная мера. Конечно, временная мера, которая необходима именно сейчас для того, чтобы люди просто-напросто могли по дорогам нормально ездить, не проваливаясь колесами в ямы. Но нам необходимо, как только погодные условия позволят, сразу же начинать плановый ремонт. Попрошу здесь активизировать работу побольше бригад ремонтных, побольше информации для людей, чтобы они видели, какие дороги сейчас уже ремонтируются, какими технологиями вы пользуетесь. И, конечно, надо вывешивать информацию на сайтах, на пресс-конференциях об этом говорить. Тем временем рязанцы, в свою очередь, поддерживают такую открытую политику по улучшению состояния города. В интернете даже появился видеоблог для борьбы с грязью на улицах Рязани. Его автор «Молодая девушка» снимает сюжеты из самых неприглядных мест города. Первые два касаются окрестностей торгового городка, где сейчас действительно страшно и не из-за сезонного таяния снега. На видео полная разруха и отсутствие самой элементарной уборки. Девиз видеоблогера – Рязань должна быть лучше. Все находится в ужасном состоянии или не ремонтировалась с советских времен. Плохие дороги – это не только большая проблема города. Жители области страдают от бездорожья не меньше. Так, в Рыбновском районе дорога к населенному пункту отсутствует вовсе. В редакцию телекомпании обратились его жители. Сегодня с ними встретился Валерий Седов. То, что по весне дороги в нашем городе оставляют желать лучшего, знают все жители. Но их состояние в области еще хуже. Особенно в разлив незасфальтированные дороги размывает водой. И проехать по ним можно не на каждой машине. Так, в Рыбновском районе Рязанской области стоит деревня Облова. Она располагается всего в полутора километрах от федеральной трассы. Но дорог здесь нет совсем. Точнее, они существуют, но найти их может не каждый водитель. Я житель деревни Облова. Живем в пяти километрах от Рыбного. Как вы видите, мы к вам обратились за помощью. Потому что у нас нет дороги. Ни выехать, ни заехать мы не можем. Так как здесь грязь постоянная. Жители деревни уже давно поменяли свои машины. На легковых автомобилях проехать по глубокой колее из грязи практически невозможно. Даже женщины пересели за непривлекательные нивы. И приезжают на работу по колено в грязи. У нас у всех нивы, потому что других никак нереально. И после каждой сезона, весна, осень у нас у всех машины в ремонте. Потому что разбивается вся ходовая. Но тут нереально просто. Тут просто плаваешь. Люди из деревни Облова каждый день ездят на работу, сталкиваясь с дорожными проблемами. Автомобили, которые приходится отмывать от грязи, отнимают множество сил. Но проблема дорог не только у жителей, но и у экстренных служб. Здесь ни пройти, ни проехать. Скорая помощь с большими трудами к нам проходит. Вот у меня был случай. С мамой у меня стало плохо. Она тут, ей 75 лет. Прежде чем проехать скорой, вызвали пожарную. Пожарная вытащила эту скорую из этой ямы, которая там. Потом только приехала. Это большой энтузиазм у нас, у наших медиков. Жители деревни Облова пытаются добиться справедливости своими силами. Они не раз писали письма в различные инстанции. Но все это впустую. Ходили мы к главе марковского поселения Кмиренкина Наталья Владимировна. Она нам так сказала, что деревню признали неперспективным. А кто ее признал неперспективным, она нам на это не отвечает. С людьми никто не беседовал, никто ничего здесь не узнавал. И как понять, признали деревню неперспективно, если здесь проживает 23 человека. А по ее данным, что здесь прописано только 7 человек. Но если 7 человек прописано, значит должна быть дорога. Им за хлебом надо съесть, за продуктами этим людям. На все вопросы нам так отвечают, что прописано 7 человек, что денег на вашу дорогу нету, что мы вам в октябре защебенили. Щебенки нету вообще, практически она вся съелась, так как разлив. Щебенка, которой администрация засыпала дорогу, попросту утонула в грязи. Так что ситуации это не сильно помогло. Дороги у жильцов по-прежнему нет. Отсутствуют в деревне и фонари освещения. Но даже это меркнет на фоне других проблем. Слабое напряжение и отсутствие газа. Здесь лэп, столбы в аварийном состоянии все находятся. Напряжения здесь в деревне не хватает. Проблема газификации деревни стоит очень остро. В облове еще в 2016 году должны были провести газ согласно программе газификации деревень. Но в соответствии с отчетом, этот населенный пункт признан неперспективным. Не помню в каком году люди говорят, здесь собирали деньги на проект, на то, чтобы провести газ. Но так нам в деревне газ не провели, а провели этот газ в подлух. В подлухе, по моей информации, проживает три человека. Но мы не виноваты, что здесь у нас чиновник не живет, что нам не могут газ провести. Если бы жил у нас какой-то здесь чиновник, то я думаю, газ бы нам уже давным-давно провели и дорогу бы сделали. Все мы возмущены, просим вас помощи. Может быть, хотя бы власти города, Рязани на нас обратят внимание. Потому что с местной администрации только одни отписки. Перефразируя шотландского поэта Роберта Бернса, хочется сказать, Несмотря на то, что вчерашний выходной день был праздничным, не обошелся он без событий, которые его омрачили. Трагические происшествия унесли жизни нескольких человек. Далее расскажет Наталья Новикова. Экспресс Москва-Рязань насмерть сбил 13-летнего подростка. По предварительным данным, инцидент произошел около 8 часов вечера в районе станции Удельная Рязанского направления. От полученных травм девочка скончалась на месте. Также в 8 вечера напротив дома номер 31 по улице Новоселов сбили пешехода. По предварительной информации, 46-летний рязанец на ВАЗа 21-074 наехал на 38-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили в больницу. Не обошлось 8 марта и без пожара, на котором погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило в 11.48. Пожар возник в кирпичном доме на улице Элеваторная. Все трещит, горит уже. Уже горело. Я вышла, вот. Тут вот дым. Я испугалась. Сердце позвонили быстрее. Но уже кто-то позвонил. Кто-то пораньше нашего позвонили. Вот. Они стояли там уже на улице, соседи. На улице стояли. Вот. А уже горело, сильно горело. А где началось, я ничего не знаю. Огонь тушили 15 спасателей на пяти пожарных машинах. По прибытию первого пожарного подразделения, значит, была передана информация о том, что наблюдается открытое горение двухквартирного жилого дома. Одной из квартир двухквартирного жилого дома, значит, на площади 50 метров квадратных. То есть, соответственно, были запрошены дополнительные силы и средства. Тушение, как бы, локализация пожара была обнаружена тела двух погибших людей. Вот. Значит, ну, как бы, установлено, что это были хозяева этой квартиры. Вот. Причина пожара на данный момент пока устанавливается. Ну, отрабатываются две версии. Либо это электротехническая причина, то есть, фрагменты электропроводов с аварийными явлениями были изъяты в лаборатории. Вот. Они сейчас исследуются. А также из объяснений очевидцев, там, соседей, то есть, было установлено, что хозяин квартиры, в общем-то, мог и курить. Сегодня сотрудники автоинспекции и службы МЧС провели первый совместный рейд. Они проверили, знают ли водители города правила дорожного движения, когда встречаются со специальной техникой, например, с пожарной машиной. Чем закончился эксперимент и как он проходил в репортаже Галины Ершовой. Весна, ручьи и расцветающая природа. Однако этот период для сотрудников МЧС является одним из самых сложных. Подсохшая трава загорается от яркого солнца, и в день на пульт дежурного может поступать до 15 вызовов. Чтобы добраться до места пожара, у специалистов есть ровно 10 минут, которые не всегда расходуются эффективно. По городу Рязани есть некоторые проблемы, когда особенно час пик, то есть, это утренние часы, там, с 8 до 9, и в вечернее время с 17 до 19 часов, значит, пробки, так называемые, на дорогах присутствуют. Поэтому приходится пожарным автомобилям двигаться по встречной полосе, то есть, несоответствующими проблесковыми сигналами, с звуковой сигнализацией. Сегодня первый раз сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместный рейд. В течение марта запланировано несколько таких акций. Это реальный выезд на место трагедии. Пожарные быстрыми, а точными движениями забираются в машину. Вместе с ними в кабине находится сотрудник ГАИ. Он с помощью видеокамеры будет фиксировать нарушения. По закону, специальную технику, к которой относится пожарная машина, должны пропускать все участники дорожного движения. Однако на практике женщины и молодые водители могут растеряться. В основном такие факты выявляются при проезде перекрестков, когда водители не могут сообразить, откуда исходит звук, где им нужно остановиться. Они думают, что заканчивая маневр, они ничем не мешают такому транспорту. В результате происходит задержка спецтранспорта, приходится оттормаживаться водителю. Нарушения оформляют сразу на месте. Сотрудники ГАИ передают сигнал дежурным автомобилям, которые задерживают нерадивых водителей. В ответственность за данное нарушение, за непредоставление такого транспорта предусмотрена частью 2 статьи 12.17, в соответствии с которой водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. В феврале подобные рейды прошли совместно с сотрудниками скорой помощи. Было зафиксировано 6 нарушений. В марте особое внимание уделят пожарной технике. Ведь от скорости ее приезда на место трагедии зависят жизни людей и имущества, которые успеют или не успеют спасти пожарные. А с 1 апреля в регионе начинается особо опасный сезон, когда увеличивается риск взгорания лесных массивов. Именно к этому периоду повышенной оперативности сотрудники МЧС готовят не только личный состав, но и жителей города. К другим темам. Сегодня, 9 марта, день рождения первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. Не все знают, что Гагарин дважды был в Рязани. Как известно, в Рязани проживал родной брат Юрия Алексеевича Валентин Гагарин. На доме, где жил брат первого космонавта, установлена памятная доска с упоминанием дат посещения Юрием Гагарином нашего города. Один раз он хотел приехать в Рязани инкогнито, но космонавта узнали рязанские милиционеры. То есть он приехал в черной шляпе, в очках, чтобы никто его не заметил, но потерялся. Спросил дорогу гаишников и, естественно, те сразу же его заприметили, позвонили городским властям. Екатерина Ларионова знает об этом не случайно. Она много лет увлекается биографией Юрия Гагарина. А на капоте ее автомобиля даже соответствующая аэрография. Ездят машины с аэрографией, ну и что? А потом мне пришла мысль про Гагарина, и когда я ее сделала, я вот только выехала из салона, я поняла, что я не ошиблась, потому что люди видят и люди улыбаются. И мне так приятно, что хотя бы там одному-двум человекам в день я подняла настроение, и я думаю, Юрий Алексеевич тоже был бы очень этому рад. 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 83 года. Рязанский медуниверситет принимает второй этап фестиваля спорта под названием «Физическая культура и спорт. Вторая профессия врача». В состязаниях примут участие 200 человек из 10 медицинских вузов страны. Волейбол, плавание, настольный теннис – это только некоторые дисциплины, в которых покажут себя будущие врачи. Праздник жизни – фестиваль спорта, здоровья и правильного образа мыслей. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова стартовал турнир «Физическая культура и спорт. Вторая профессия врача». В нем приняли участие более 200 студентов из 10 медицинских и фармацевтических вузов, расположенных в Центральном федеральном округе. Рязанский этап – это второй этап Всероссийского фестиваля. Его победители покажут свое мастерство в апреле в Казани, где сразятся за главный приз турнира. Позитивное начало, очень интересное начало. И самое главное радует, что действительно много ребят, много ребят в медицинских вуз занимаются спортом, приезжают. И год от года это количество растет. Конечно, врач должен на своем примере показывать, как надо вести здоровый образ жизни, как заниматься спортом, как совмещать все и работу, и учебу. Участников ждет три дня ожесточенных состязаний, ведь уступать соперникам врачи не привыкли. Они сразятся в двух дисциплинах – плавании и волейболе. Команда, она дисциплинирует. Она позволяет ребятам чувствовать плечо. А в той же операционной, когда работает бригада из пяти-шести человек, каждый делает свое, каждый отвечает друг за друга, но тем не менее делает общее дело. В том, что спорт помогает в нелегкой профессии врача, уверены все участники. Кирилл Снытников приехал из Воронежа. Более десяти лет своей жизни он посвятил плаванию. И сегодня стал первым победителем соревнований, обогнав соперников на дистанции 50 метров к ролям. Кирилл утверждает, что спорт не отбирает у него время, а дает преимущество перед сверстниками. В жизни помогает тем, что я меньше устаю от учебы и могу расслабиться тем, что я пойду в бассейн поплаваю. Врач, он должен быть крепким. В хирургии, когда очень сильно напрягается спина, у главцов спина развита, поэтому это очень сильно помогает. Волейбол не уступает по зрелищности и плаванию. Своей сборной представили вузы из Ярославля, Курска, Воронежа, Иваново и многих других городов. В этом году был установлен рекорд по числу участников. Своё мастерство показывают 10 женских и 8 мужских команд. Долгие годы упорных тренировок. Не приезжали специально мальчики наши, пока не подготовились. Да, мы готовились, первый раз приехали, решили показать. Ждем отрезания мощи, игры, экстрима, посмотрим, что будет. Но мы готовы ко всему, мы готовы рвать. Мы уже не первый год участвуем в этих соревнованиях. Достаточно все опытные игроки, будем так говорить. И поэтому настраивать их не надо. Эти соревнования для нас праздник – это самое яркое событие в спортивной жизни нашей. Горящие глаза и азарт болельщиков – сумасшедшая атмосфера, которая царит на площадке. Студенты личным примером доказывают, что спорт – это залог здоровья и успеха. А сегодня они не просто покажут, кто из них лучше в своем деле, но и приобретут друзей, к которым можно будет обратиться за советом и в дальнейшей уже профессиональной практике. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин